добрый день всем здравствуйте приветствую вас в прямом эфире давно я не проводила соскучилась так что сегодня помоделируем сделаем дизайн работать будем твердой гелевой системой выполним моделирование и я наверное с дизайном сегодня поимпровизируем при помощи красок и шармиконов сделаем что-нибудь прикольное такое ненавязчивое и достаточно быстро я подготовила руку модели но точнее пальчик один здесь натуральный ноготь здесь своя длина хороший хороший мне попался вариант потому что ноготь со своим изгибом поперечным и в общем-то придольным ярко выражены если обратите внимание немножечко у них и грифозный клюет носик я специально не опиливала форму свободного края для того чтобы расставить некоторые нюансы и акценты так как мы будем укрепление делать с запечаткой сегодня запечаткой свободного края расскажу для чего и почему мы это делаем так материалы немножечко в сторонку еще увидите у клиента достаточно влажная ногтевая пластина и сама кожа влажным прям у меня след остается на перчатках такая гипергидрозная история начинаю я подготовку с естественно с обезжиривание обезжиривание поверхности здесь возможно прям видите я полностью весь весь пальчик прохожу и подушечку немножечко подсушить потому что рука прям мокрая что такое запечатка запечатка это технология которая позволяет нам предохранить ногти от механической нагрузки в процессе носки маникюра при помощи запечатки мы запечатываем торец запечатываем свободный край таким образом чтобы при нагрузке у нас материал не стирался чтобы не было скажем так вот щелочки до места стыка оголенного между гелем по поверхности при помощи которого мы укрепляем и торцом ногтя запечатка предохраняет нашу всю конструкцию от от слоек со стороны свободного края для того чтобы выполнить запечатывание форму свободного края необходимо слегка заузить но здесь мы если посмотрим тут был маникюр у человека и в общем-то заужена уже достаточно даже достаточно сильно если по боковой оси посмотреть даже видно что видите боковую параллель даже под вздернули для хотели сделать видимо такие стелетовидные ногти что я сейчас делаю я просто почищу эту границу так как свободный край я вообще не пилила я немножечко вот этот клювик носик также приподниму то есть снизу а пилю и с другой стороны проконтролируют носик прям чуть-чуточку я приподнимаю приподнимаю для того чтобы запечатка потом восстановить для того чтобы запечатка имела определенную толщину для того чтобы она хорошо держалась конечно ей нужно хорошее качественное прикрепление обеспечить поэтому обязательно запиливаем если вы хотите миндаль то соответственно нужно запилить еще уже чтобы было место для запечатки немножко подправила такой чрезмерно заостренный свободный край и как раз для запечатки мне будет достаточно а пил убираю так как ногти достаточно влажные под классическую гелевую систему я прохожу nail prep наношу наношу его полностью на весь ноготок подсушивая он испаряется на воздухе остатки влаги выводят из натуральной ногтевой пластины такая подготовка далее следующим этапом мы пользуемся ультрабондом ультрабонд грунтовочный препарат его наносим тоненьким слоем с отступом видите отступ от кутикулы я делаю в миллиметр и прохожу стараемся это делать без явных нахлёстов чтобы просто пройти полностью по всему ноготку он также испаряется на воздухе и вы видите сразу ноготок немножечко меняет свою скажем так такой некоторый блик получается создается липкий слой и липкий слой дисперсия которая потом прикрепится базовое покрытие под классическую гелевую систему рекомендуем использовать супербонд гель ну например если вы видите что у клиента вот как в данном случае как у меня у модели очень влажная влажная кожа можно использовать и бейс гель тут я бы сказала такое сочетание сама кожа влажная везде она сам ноготок немножечко такой подпорченный слегка повидавший вида но буду супербонд использовать наношу супербонд тоненьким тоненьким слоем излишки во флакон возвращаю делаю это также с отступом от кутикулы и вот можно сказать такими вбивающими движениями полностью перекрываю всю поверхность контролирую боковые поверхности с одной стороны с другой стороны на боковых валиках видно даже такие выступили капельки выступили капельки так прошла далее просушиваю в лампе подсушиваем в лампе просушиваем и гель который мы будем использовать для запечатки свободного края сегодня буду работать гелем soft pink желе он это густой гель он желеобразный видно да вот как я кисточкой брала так он зафиксировался в баночке остался он плотно пигментированный имеет такой пигмент бежевого бежевого нюдово розовый очень хорошо подходит ну например под наш там наши софт нюды гели soft pink гели также может использоваться для техник выкладного френча когда мы моделируем тело ногты когда ложа ногтевое мы удлиняем тоже этот гель я использую и для запечатки тоже мне очень нравится каким образом мы будем поступать мы выполняем укрепление и у нас сейчас толщины торца нет то есть ноготок сам по себе тоненький и если я сразу к торцу начну выкладывать запечатку она мне будет заворачиваться во внутрь а по торцу и и не останется поэтому первым этапом что я делаю опускаю кисточку достаю видите очень очень такую тоненькую колбаску и этой тоненькой колбаской я прохожу по торцу мне сильно толсто здесь не нужно то есть я что делаю я сейчас создаю толщину торца чтобы мне было к чему потом прикрепить запечатку именно уже на границу на торец вот я толщину создала много сильно не нужно просто это вот такой мистеха которому потом у меня прикрепится ведь у меня появился торец подсушиваем принципе даже 15 секунд достаточно и соответственно вторым этапом я уже буду непосредственно запечатывать торец формировать именно кант стыке натурального ногтя и геля будущего на поверхности давай ручку теперь я уже беру такую более жирную колбаску потому что по торцу мне нужно хорошо будет проконтролировать ты что хочу спросить зрители появляются беру колбаску смотрите форму софт pink желе то гель который после полимеризации он от кожи отходит вот в зоне в роста ногтевого нам тоже нужно чтобы у нас запечатка она как бы попала и именно запечатала пространство не осталось голого бочка не осталось голову ногтя контролируйте валики тоже сильно на них не надавливайте поэтому я запечатку вот видите прям на кожу кладу прям на мяско и теперь прохожу по торцу конечно с запасом на опил это все происходит можно пока вы не просушили перевернуть и посмотреть внутренней стороны чтобы увидеть что полностью весь торец вся ногтевая пластина по торцу полностью запечаталась если видите что где-то там недостаточно подправьте я вот здесь сейчас намок разворачиваю и вот эту колбаску опускаю немножечко как бы завожу вниз потому что мне с внутренней стороны видно что там ноготок был еще немножечко оголенный вот такой получается кантик с одной стороны и с другой стороны подвалик попадающий сушим теперь просушиваем и далее уже следующим этапом мы будем выкладывать скульптуру по поверхности будем выполнять укрепление ноготок у нас таким с достаточно хорошим своим придольным изгибом и поперечным то есть он достаточно изогнут соответственно он сам по себе такую жесткость имеет нам нужно выровнять поверхность но конечно не забывайте про точку апокса и про наполнение стрессовой зоны боковых поверхностей работать мы сегодня будем софт ирис гель софт ирис гель я взяла смотрите сразу ставлю акцент это просто в баночке тут работала и испачкала его скажем так компаньоном буду из центра брать чтобы цвета у меня не смешивались далее набираю гель небольшое количество капельку также кистью лепестком выгружаю в центр начинаю плавно распределять по той технологии которая работаю также кутикуле пододвигаю спускаюсь наполняю боковые поверхности чуть-чуть придавила вернулась опять опустила вернулась там где гель будет соприкасаться софт пинг желе он может на него немножко растекаться расползаться потому что на желе естественно есть не снятая дисперсия поэтому здесь ничего страшного нет бы на кожу не попадет попадет только непосредственно на софт пинг желе и бачка в любом случае после опила мы будем подбирать спускаю к свободному краю набираю еще одну капельку эти классно ну конечно сама моделируется очень классно выравнивается такой хороший очень материал очень комфортный в работе уголочком носиком кисточки подтягиваю выравниваю наполняем можно перевернуть сцентровать при переворачивании сцентровывание конечно наклоняюсь и смотрю в центральный продольный изгиб еще раз разворачиваю контролирую поверхность видите супер вообще ложится конечно классно переворачиваю если вы этот камуфлирующий материал оставляете в качестве самостоятельного покрытия только быстро надо чтоб не потекло можно взять линеарную кисточку и при желании чуть-чуточку под довести под кутикулу если так такая возможность возникает нужно ее использовать немножечко ближе да так как цветом полноценно от кутикулы перекрывать не будем и просушиваем время полимеризации как у любого геля две минуты сейчас прочту вопрос пока будем сушить так ставила гель длина небольшая пошли от стойки от стойки со стороны свободного края на всех ногтях подскажите почему так может быть девчонки вы когда задаете такие вот технические вопросы что что-то делали например увидели где-то слойка вы лучше фоткайте и например директ присылайте мне я всегда всегда отвечаю сложно анализировать что пошло не так когда ты не видишь может какие-то архитектурные может тонковато было то есть масса масса факторов я думаю что прям корректно сейчас вам со стопроцентной вероятностью не смогу ответить так этот гель сиреневый нет ли прозрачного прозрачный гель скульптурный гель монофас можно использовать или easy one вон девчонки подсказывают спасибо большое вот так что запечатку я вот почему ставлю акцент у многих мастеров и сегодня в работу взяла именно с запечаткой потому что ее нужно полюбить многих не получается что-то там где-то отваливается скалывается потом отслойки идут здесь важно понимание чтобы у вас запечатка присоединилась именно к толщине торца и когда вот в данном случае как у меня было ноготь сам сама ногтевая пластина фактически тонкая на фактически не имеет толщины я запечатку выкладывала в два этапа то есть я сначала создала эту толщину торца и потом к толщине торца уже присоединила запечатку но смотрите на готов готов обалденный гель вообще очень их люблю они в трех цветах ирис я проводила с ними эфиры работала это такая цветная цветная скульптура классные оттенки можно не использовать после работы цветное покрытие то есть в общем то нет в этом необходимости идеально сама выравнивается видите блик хороший то есть ложится прекрасно и замечательно перепутали совершенно увидела где-то ну ладно сейчас найдем покажем ноготок подсох я его обезжириваю и обязательно обезжириваю вот с внутренней стороны потому что запечатка она у меня тоже с внутренней стороны присутствует она перекрывает торец ногтевой пластины имеет липкий слой мне также ее нужно обезжирить после того как мы обезжиривали обезжирили мне необходимо с внутренней стороны запечатку выровнять то есть сделать таким образом чтобы у меня не было здесь ступеньки чтобы при проведении например тоже это сама апельсиновая палочка я не чувствовал эту границу чтобы она меня стала единым целом с натуральным ногтем для этого можно абсолютно разные фрезы использовать я сейчас возьму то что мне попадется под руку так что мне попалось юля те есть там что-нибудь девочки что-то я у меня маленькая фиссурочка есть давайте ей попробуем но в любом случае это должна быть фреза с алмазным напылением как они при снятии ну на самом деле снятия мы же коррекцию выполняем это твердая гелевая система она нерастворимая и соответственно мы работаем в формате коррекции если касаемо опила они очень легко пилятся нет никаких проблем то есть гели не ниже не жестко бетонные в плане опила по ощущению очень приятно работать с ними каких-то особенностей в оба пили нет абсолютно такой скажем стандартный вариант внутренней стороны видите кстати маленько фрезу очень удобно и сразу я почищаю я не истончаю здесь ногтевую пластину я не выпиливаю ноготь внутренней стороны я просто почищаю как правило ноготочки у нас могут чуть-чуть желтеть со временем внутренней стороны пачкаться просто выглаживаю делаю более поверхность однородной и запечаткой контролирую запечатку валик отодвигаю видите я отодвинул валик я вижу что у меня прям просто ногтевом и запечатка дошла так сейчас прочитаю девочки у меня на не просыхает этот кант запечатки лампа специально из-за этого сменила на новую все равно кашка странно странно что не просыхает потому что время полимеризации одинаково если у вас есть баночка сфотографируйте пришли я посмотрю что за партия что за номер потому что должен просыхать ну как это такой же гель просто другой вязкости если у вас просыхает классический гелевый продукт там nude pink неважно любой гель у вас это должен просыхать так опилили с внутренней стороны и теперь я начинаю опиливать по по торцу начинаю опиливать пилочка для искусственных ногтей опиливаю торец в трех плоскостях я сразу чуть-чуть снизу чуть-чуть сбоку и наверх перехожу потихонечку выравниваю дохожу к носику дорабатывая уже именно по форме свободного края по той форме которая мне необходимо с одной стороны перехожу с другой стороны важный момент чтобы у вас запечатка не уходила в пропил и в ноль не спиливалась то чтобы вы не делали лишнюю работу именно для этого на этапе подготовительном необходимо ногтевую пластину свободный край заузить от подушечки пальцев заужаем опиливаете он хорошо отходит от кожи то есть сопи вообще никаких проблем не возникает дорабатываем по торцу сейчас немножечко бака восстановили потому что они были такие немножко как будто их подок под выгрызли так завожу пилочку снизу также подтягиваю в зоне в роста работа по торцу мы опилили у меня открылась толщина торца я теперь вижу количество материала по поверхности и соответственно по поверхности в зоне свободного края толщина торца у нас должна быть одинаковая по всей поверхности от одного ногтевого в роста к другому по свободному краю мы должны прийти к абсолютно одной толщине одинаковый кант у нас должен быть равномерный дорабатываю с торцом это такой вариант достаточно быстрого укрепления вот преимущество геля конкретно в том что он хорошо ложится ведь и хорошо выравнивается сильно пилить не ну не имеет смысла по поверхности особенно в зоне кутикулы все ровно да если посмотрим в продольный изгиб то есть я равняла только по работала только по торцу только по торцу и поверхность свободного края немножко опиливала сейчас я разверну выйду из кадра разверну посмотрю форму куда мне необходимо подправить также перевернуть с внутренней стороны посмотреть что вот у меня запечатка она полностью осталась то есть при таком моделировании вы очень хорошо предохраняете вашу всю конструкцию от нагрузки механической защищаете ее и соответственно от от слоек со стороны свободного края то есть мы вот по такой технологии работаем с классическими гелевыми системами ноготки с внутренней стороны никогда никогда не опиливаем смотрите замечательный вариант ноготок наш готов к тому чтобы пошли пушек мы его зашли фу и более детально я зашли фу и в зоне по кутикулы они конечно стоят классно так как я чувствую это очень много гелью по поверхности на поверхности свободного края по той причине что я здесь работала с афилом пилочка для искусственных ногтей более грубые царапки остались у меня на поверхности в зоне кутикулы опиливаю просто легкими движениями для того чтобы зачистить границу гель натуральный ноготь и снять блеск в зоне кутикулы они конечно стоят классно так убираю излишки если есть необходимость можно доработать там по маникюру если вы хотите мы сейчас в эфире конечно и не буду заморачиваться просто каплевидно фрезой ножка пройду влажная у нее кожа тяжело можно шлифовщиком прессе по валиком здесь в зоне в рост это же хотелось бы когда работать так готова убираем опил и можем приступать дизайну преимущество геля в том что мы можем абсолютно полностью исключить этап цветного покрытия кайф сделали коррекцию быстро выложили все ногти готовы время очень сильно экономит поэтому я очень довольна этим материалом далее конечно же я обезжирю обезжирю беру излишки опила и смотрите я когда обезжириваю мне этот кантик он виден и для того чтобы меня так сильно это в глаза не бросалась уже при при работе так как я не буду цветом перекрывать и немножко это дополню сейчас разбавлю по поверхности бы дизайном это снивелируем вот такая запечатка получилась внутренней стороны она тоже видна смотрите ведь от четко читается вот этот кантик он достаточно тоненький ровный но при этом достаточно для того чтобы защитить ноготки от механической от механической нагрузки дизайн буду выполнять при помощи краски извиняюсь краска как она в по-русски фиолетовый луч такой цвет кайфовая история очень много мы с ними и дизайнов делали максимально упрощу и дизайн у меня будет сегодня максимально простой использовать специально сняла если обратили внимание сняла перчатку с руки вот буду делать просто просто и быстро пальчик свой окунула такой знаете этот стемпинг юль стемпинг который всегда со мной так излишки с валика убрала все эти отпечатки пальцев они так классно смотрятся можно разными цветами дополнить сушим все просто я люблю когда просто и быстро просто быстро и прикольно и буду использовать шермиконы тоже взяла такие шермы кончики номер какой шермы коны будем укрепить спасибо девочки пошли классы ну честно слушайте ну для ленивых не люблю не люблю заморачиваться не или не всегда люблю заморачиваться поэтому иногда можно не заморачиваться просто прикольное сочетание мне нравится геля камуфлирующего и краски прохожу ты классом сейчас перекрываю вообще максимально максимально тонко даже с легким продиранием создаю глянцевую поверхность для того чтобы шермиконы прикрепить а сверху уже шермиконы буду также тегласом перекрывать эти тоненько сушим также буду перекрывать тегласом для того что виснет девочки ну не знаю не пишут что виснет так мне пинцет понадобится кто нам нужен кто нам сегодня нужен наверное нам собака сегодня понадобится посмотрим такой очень быстрый вариант я кстати много дела вот с отпечатком эти хорошо отпечатывается палец и прям рисунок можно полностью отпечатать очень хорошо альпийским снегом белым тоже на цветное покрытие тоже кайфово получается да и ручку я смотрим ну и в общем то все остальное все просто здесь можно как вы хотите то есть более лаконичного сделать например более строгим вот или разбавить сейчас мы собаку вот сюда добавим кстати под под такой вариант собачку добавляю в ту зону где у меня нет отпечатка под такой вариант кстати очень прикольно и какие-то цветочные принты то есть это не обязательно должно быть так как у меня сейчас получается ну конечно же надпись куда без нее да вот июля мне подсказывает наш второй технолог что сто процентов потому что мы без надписи вообще нет дизайн совсем дизайн совсем не тот да она оживляет и ты классом перекрываю уже стараюсь покрытие прям еще и под кутикулку чуть-чуть под завести шермиконы у нас очень тоненькие но в любом случае вы понимаете что толщина она конечно же присутствует и когда вы покрываете выполняйте финишное покрытие обязательно проконтролируйте поставьте капельку и вот проконтролируйте толщину стык чтобы по поверхности было гладко ровно и шермиконы не не торчали полностью финишем были перекрыты без без ступенек можно также перевернуть центр перевернуть центровать клиенты а клиенты разные бывают если клиентам хочется хулиганство ну почему бы им не сделать там такой вариант для клиентов которые могут напугаться мышек уже знаем хорошо ты мы же можно что-то такую предложить нежнятинку такой фон такая подложка во-первых краска удобно то что она отпечатывает прикольно и белый вариант может быть и тут все зависит от декорации которые по поверхности используетесь так добрый день из италии все пропустила кто пропустил эфир как всегда сохраним вот видеть вас рады так что посмотрите если что вопросики напишите ты класс этот топ без липкого слоя это топ без липкого слоя то видите я вы замучила уже этикетку топ без липкого слоя который позволяет нам перекрывать дизайны не путайте с ультрашайном ультрашайна для шермиконов нам не подойдет так вот самый самый раз вот смотрите вот такой вариант у нас получился попробую приблизить такие отпечатки и навязчиво и запечатку так не видно перекрыли и все хорошо по поводу запечатки еще раз переворачиваю еще раз показываю запечатка нам нужно для того чтобы торец защитить от механической нагрузки вот если вы посмотрите да на соседних ноготочках где не было запечатки вот видите у нее с внутренней стороны вот здесь по торцу уже начала попадать влага и загрязнение пошли отслойки когда вы делаете с запечаткой укрепление с внутренней стороны такого никогда не будет так что вот такой light вариант моделирование и light вариант дизайна у нас получился и в конце эфира я конечно очень бы хотела немножечко приоткрыть завесу тайны немножко поделиться с вами информацией по поводу зимней коллекции мы все ее очень ждем я знаю что вы ждете и мы тоже ее очень ждем и показать цвета которые у нас будут конечно же это блески конечно же это потрясающе красивые шиммеры такие даже вот светоотражающие варианты потрясающе красиво у нас будет зимняя коллекция ждем ее в декабре вот мне сейчас фонариком подсветит смотришь она на телефоне так не сияет так не отражает смотрите какой кайф то есть это будет очень красиво и попробуй видно да я сейчас показываю коллекцию зимнюю ну да телефон не передает нет такого эффекта но тем не менее середина середина конец декабря ждем ее на сайте вот так что как я попросила меня проспойлерить я показываю всем спасибо большое за эфир если у вас остались какие-то вопросы можете писать их в комментариях всем хорошего дня девочки до свидания